А теперь вот эта пьяница живет. Вчера пошла пьяная и кричала, я отбивили войну, и я вам устрою войну. И вот сидим теперь под замком. Война между жителями Верхней Березовки длится уже полтора года, с тех пор, как Лидия Патылицына взяла в аренду участок земли на улице детский санаторий. Живет она сама рядом и планировала на дополнительных трех сотках посадить огород. Однако планы пенсионерки неожиданно разрушили соседей. Ну мы, правда, просили вот так прямо этот участок, ну дали вот там. Это уже по моему забору идет красная линия. Все. За пределы уже никто не имеет права. А вот отхлопал участок себе и все. У нас сеток. Как хочу, так и врачу. Власти нету, законов нету. Мало того, что сосед установил забор в неположенном месте, так теперь он каждый раз накидывается на пенсионерку, когда та хочет пройти на территорию своего участка. Там калитка, есть калитка. Он закрыл ее, и мы не можем выйти на свой участок. Мы хотели там траву, кустарник вот эту, волчью ягоду срубить, подготавливать. А он с топором налетает и все. И не можем не выйти. Я уже обращалась. А с милицией толку, они не работают, это милиция. Ежемесячно Лидия Патылицына платит за аренду участка по 400 рублей. Однако все эти полтора года воспользоваться им она не может. По словам же того самого буйного соседа, забор стоит на своем законном месте. Ну, чего ли? Это мой племянник купил, он живет в Москве, и меня попросил похоронять его дом и все. А у вас есть документы? Есть, конечно, у него. А вы можете показать? А звоним. Ну, здесь документы нет, я ценные вещи тут не держу. Я просто охраняю девушку. Разрешить спор соседей и проверить соблюдение земельного законодательства выехали сегодня сотрудники управления Росреестра. Для того, чтобы определить площадь самовольно занятой территории, земельщики установили специальный измерительный прибор. В целях установления самовольно занятой площади земельного участка нами будет проанализированы сведения государственного кадастра недвижимости, границы земельных участков и границы фактического месторасположения земельных участков. При их сопоставлении нами будет установлено наличие или отсутствие самовольно занятой части земельного участка. Отмечу, за самовольное занятие земельного участка кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Что же касается буйного поведения соседа, дело направлено на соответствующие правоохранительные органы. Наталья Домбаева, Виктор Горновской, Новости дня.